Привет, друзья! В этом видео буду собирать букет тюльпанов в супнице и сразу же покажу вам обещанную упаковку, как я упаковываю такой букет в пленку. Значит, что мне сегодня понадобится? Букетик будет выглядеть примерно вот так, чуть-чуть другой, но примерно вот так. Нужна будет супница. Супница у меня сайта мыльная вечеринка, цветочки тоже. Значит, супницу я наполнила пеной монтажной. Тут я наполняла на 1 третью, как я вам говорила в предыдущем видео. Но это очень много. Почему много? Потому что некоторая зеленюшка наша бывает длинная, и тогда места не хватает ее туда углубить, и она слишком торчит и некрасиво. Поэтому лучше наполнять вот так, такую какашечку одну наложить, и этого хватит. На 1 третью не надо, просто покрыли пеной дно, и этого хватит. Почему? Да, пену можно срезать, но когда мы это все... Вот это вот сверху, оно такое вот более плотное, как бы корочка на хлебе. Если это все сверху срезать, чтобы сделать пену ниже, там такая как вата уже получается, и шпажки уже стоят в ней, не настолько устойчиво. Поэтому не наполняйте слишком много пеной. Дальше мне будут нужны тюльпаны. Тюльпаны у меня сегодня 4 видов. Вот этот вот тюльпан называется тюльпан-тюльпф. Вот этот тюльпан называется садовый тюльпан, садовый бутон тюльпана. Потом у меня есть еще тюльпан-какаду закрытый и тюльпан-какаду полуоткрытый. Сделала я сегодня тюльпаны этих трех оттенков. Этот цвет называется спелая вишня. Вот я ее сделала немножко в разных оттеночках. И буду использовать зелень. Вот такая она темно-темно-фиолетовая. Конечно, слишком будет такой контраст, но вот мне очень хочется и не могу с собой ничего поделать. Также немножко возьму зеленюшки вот этих вот длинных веточек. И сейчас, пока я разбираю вот эту всю зелень и собираю ее, одеваю ее на шпажки. Вам всего этого показывать я не буду показывала миллион раз. Это первое. Второе. У меня на камере мало места, а мой директор сейчас на учебе и никто меня не перекинет. В общем, на камеру я компьютер его сама не трогаю. Там его личная. Поэтому хочу, чтобы видео поместилось на камеру и буду как можно больше сокращать. Вот так я разобрала. Сейчас сюда продену шпажку, обмотаю тейп-лентой и потом вам все это покажу. Вот мой разобранный Дельвейс. Получилось у меня 5 веточек его. И еще взяла вот такой вот травки 3 веточки. Дальше я беру сухницу. Сегодня возьму белую. Беру первый свой тюльпанчик, который мне по душе и надеваю его на шпажку. Цветочек у меня полежал ему уже двое суток, хотя суток достаточно. Одеваю его на шпажку на тупую сторону. А эта сторона у нас острая, для того, чтобы легче было ее вонзить, продеть, как хотите, так и называйте. Так, и вот так вот я вставляю поглубже, чтобы хорошо он стоял. Первый тюльпанчик. Тюльпанчик у нас должен быть вставлен так, чтобы не торчала его ножка. То есть, вот так. Чтобы не было ни выше, ни ниже. Некоторые у меня спрашивали, почему я не делаю высоко букеты. Ну, представьте, тут будет торчать шпажка, даже если я обмотаю ее тейп-лентой, сколько надо будет зелени, чтобы потом закрыть эти некрасивые шпажки. То есть, это совсем не тот вариант. Я пробовала, кстати, делать тюльпаны, такие бюджетные, хотела сделать в бумаге. Знаете, как продаются цветы, в пакетик завернуть, и ничего у меня не получилось. Я делала-делала, не надоело. Так, тут-то какая-то слишком помятая зелень. Возьмем более ровно. И рядышком вот так вставляем, так, чтобы она тоже не сильно торчала, но тем не менее, прикрывала нам здесь все вот это наше. Нужно немножко ее разделить. Одну сюда, две вот сюда. И теперь просто чередую я тюльпанчики, какие мне больше хочется, какие моей душе угодно. Так, чтобы цвета, все-таки цвета разные, не были одной кучкой. И тюльпаны я набиваю плотно, друг к другу. Вот так. Вот сюда можно будет уже вставить вот такую вот зеленюшку, которая будет торчать. Сейчас я делаю первый ряд. Сделаю я его по кругу, не до конца. Если доставить тюльпаны до конца, потом неудобно будет подбираться. Поэтому делаю я почти до конца, таким полумесяцем. А потом буду собирать середину. Середину буду немножко поднимать вверх. Вам все покажу. Вот так вот я пока собрала. Все тут хорошо смотрится. И сейчас я буду собирать уже саму серединку, а потом закончу вот этот край. Мне так делать удобнее. И сейчас уже я использую круглогубцы, потому что супница небольшая, и рукой сюда не подлезть, чтобы не повредить цветочки. Аккуратно поддерживаю всю зелень, чтобы она вниз не ушла, туда не спряталась, а была видна. И вот так вот на шпажку вставляю им как бы вверх, вот в центр. Я делаю шпажки выше, для того, чтобы букет не смотрелся плоским, а был вот такой вот как бы шапочкой сверху. И пока буду заполнять дальше, иногда вставляю между ними зелень, там, где считаю нужным. Дальше я беру наполнитель, в моем случае это фиолетовый. Можно взять зеленый. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы никаких просветов через бутоны вниз к супнице не было. То есть, чтобы мы с вами видели, то есть наш клиент, тот, кто купил букетик, тот, кто кому его подарили, не видел вот этих вот всех шпажек, там, дна супницы, вдруг какая-нибудь где-то маленькая мизерная дырочка у нас останется. Поэтому вот так вот сталкиваем его между шпажек. Это можно сразу его положить, тогда будет удобнее, да, даже, наверное. Ну, по-моему, это не имеет никакого значения, мне, например, так его очень легко сюда столкнуть вот так вот просто зубочисточкой, шпажкой, вернее. Просто, когда я начинаю собирать букет, я вот потом уже все дальше видно уже, что получается, и сразу же все с первого раза втыкается. А вначале, как бы, мне приходится несколько раз шпажки вытаскивать и менять немного местами все для того, чтобы он красиво было, так как мне надо. И я хочу видеть эти дырочки, которые остаются, чтобы лишних дырок не наколоть. Ну, в общем, у Кардова свои дараканы. Ну, и, конечно же, торчать он у нас из супницы не должен. Еще немножко. Тут вот, конечно, вот этого всего быть не должно. Все мы это берем и трамбовываем, и прячем туда. Вот. Все. Спрятали. И теперь, смотрите, у меня осталось всего лишь три цветочка. Больше нету. Например, на один больше нельзя, будет количество нечетное. Поэтому буду я... Ну, как раз вот мне тут в принципе три. Это то, что мне надо идеально. Все. Все. Беру вот эту травку. вот одну сюда ее, да? Можно вот эту одну протянуть аккуратно вот сюда. Получается вот такая травка. Вот. И давайте закончим. Вот берем по цветам беленького, светлого больше нет. Поэтому будет как-то... Давайте вот такой вот сюда. Этот еще тот, который у нас идет повыше. Так. Между прочим, через наполнитель намного хуже все равно тут прокалывается. Ну, да ладно. Ну, вот. Он не хотел, но я его заставила. Укреплю сюда сразу же Эдельвейс по краюшку. Тут аккуратно загибаем. Здесь уже рукой не влезть. Вот так пускаем его по краю. У меня еще один остался. В общем, я его разберу потом на маленькие части и закрою просто вот. Если будут пустоты, я закрою. Так. И у меня осталось два цветочка. Можно вот так его пустить, а можно наоборот вот так. Я сделаю наоборот вот так, потому что так цвета контрастнее смотрятся более или менее. Все. Не хватает у меня двух шпажек. Сейчас к вам вернусь. Все. Мыло на шпажке. Борки меня ждет куча. Видели бы мою раковину сейчас. Как будто в гости приходил папа Карло и дуратино мне тут сделал. Потому что все эти шпажки надо стружить, чтобы они были острые. Или наоборот отрезать. А вот это вот видите, длинноватая шпажка. Не хочет. Сейчас мы его коротим немножко быстро. Вот. Этот ряд у нас же уже идет ниже, чем был. Это у нас уже крайний ряд. он уже должен идти пониже. Вот так вот. И остался у нас последний-последний цветочек. Одиннадцатый мой тюльпан. Большие, конечно, получаются букеты, но по весу мыло тяжелые. Зато мне нравится. Нашла себе оправдание. Никак не могу придумать какой-то бюджетный вариант. Вот меня просят сделать из трех тюльпанчиков в супнице. Я не представляю, как можно сделать в супнице из трех тюльпанчиков. Это сколько надо зелени, которая у меня долгом-то и нет. Этот тюльпанчик надо туда еще поглубже. Чуть-чуть. Можно аккуратно надавить. Вот так. Вот, смотрите, у меня здесь как раз-таки осталась пустота. И мы сюда вставим наш дельфейс. Вот в эту пустоту. вставляйся. Ну, Нань, так все хорошо. Ну, уж почти закончили. Это не хочешь. Надо было сначала его вставить, а потом уже тюльпан. Разбирать, наверное, придется. Ну, ладно. Вот такой букет получился. Теперь осталось надеть крышку. Я одеваю, мне нравится, многим не нравится. Многим просто вот так ставят крышку, ну, то есть на дно. Тогда как будто бы он в вазончике можно приклеить и тоже, в принципе, будет красиво. То есть вы крышку одеваете на дно. Ну, то есть вы меня поняли. Взять эту зубницу как поддон такой для цветочков и просто приклеить ее, чтобы она у нас не сдвигалась. И так тоже, кстати, будет очень интересно. Но я сегодня все же прикреплю эту крышку, которая очень многих сбоку раздражает. А мне кажется, что букет вот так объемнее и с этой лентой интереснее. Ленты у меня прям-прям в тон, но нету. Как-то вот не все, конечно. У меня есть оттенки, естественно. Поэтому беру похожую-похожую самую. Нет, наоборот. Тут я сделала в дырочке, в крышке. Сделала их карандашом. Оставляю хвостик и примерно замеряю сколько мне надо этой ленты, чтобы лишнее не отрезать. Ну, вот так. И обрезаю. Вчера за Сашкой бегала весь вечер и подбирала зелень вот под эти тюльпаны. Прикладывала вот эту темно-фиолетовую, прикладывала белую, розовую. Он сказал, мам, ты меня замучила своим мылом, уйди. Я постоянно за ним бегаю и спрашиваю у него советов насчет того, сочетается или нет. Ищем у сукницы шов. Сбоку у нее есть шов. Вот там, где шов, там у нас должна быть крышка. и когда мы собираем букет, мы тоже должны на это ориентироваться и понимать, что где у нас будет перед букетом, а где будет в принципе зад или бок. У меня это бок. Всегда не зад. Крышку я ставлю упаковку букет так, что крышка у меня сбоку. Мне не нравится, когда зад. Хорошо затягиваю ленту. Вот. Приподнимаю крышечку для того, чтобы вот здесь было вот так, прям вот так. Выравниваю кончики и вот так вот просто затягиваю на такой хороший узел для того, чтобы лента у нас не скользила. Можно ленту посадить на двухсторонний скотч. Не здесь, а вот там, вот с другой стороны. Скотча видно не будет. Лента у нас будет тогда сидеть намертво. Вот. Сделали. И теперь завязываем бант. Придерживаем узел, чтобы не развязалось. Вот такой, не слишком маленький, не слишком большой. Мне не нравится, когда бант прямо вот из крышки торчит. Некрасиво. Обрезаем немножко кончики и я их всегда обваливаю, эти кончики, совсем вот чуть-чуть, для того, чтобы ленточка не трепалась. Все. Вот такой букет получается. Вот так он выглядит весь. Есть вот такие классные наклейки. Кстати, сюда они очень подойдут. уберем любую и лента у нас не будет скользить и будет красиво как бы такое вот оформление немножко. И вот так гриппим. Получается вот так. Эти наклейки тоже с сайта мыльная вечеринка и стоят такие наклейки вот 6 штучек вырубных наклеек 6 рублей и там есть выбор. По крайней мере, когда я брала, там выбор был несколько разных. Есть темненькие, есть на голубом фоне. Может быть, что-то еще привезут туда. Там обещают, кстати, новое поступление кучи-кучи цветов. Так, сегодня букет я упаковывать буду не этот, потому что мне надо еще сфотографировать его без упаковки. А вот этот вот букетик у меня уже едет к новым родителям. Да, я отношусь к своим букетам так, как будто это какой-то котенок или щеночек, которого я вот у меня дома родился, я его вырастила, а теперь надо отдать его в хорошие руки. Вот, поэтому мне этот букетик забирают и упаковывать буду его я сегодня вот этот именно букетик. И сейчас вам покажу, как я это делаю, хотя ничего интересного. Можно купить классный пакет с жестким дном и вообще не мучиться, но, к сожалению, во-первых, такие пакеты стоят недешево, у нас не тот регион и слишком дорогие букеты, слишком крутые брать не будут, а из-за этого пакетика цена, конечно же, будет еще дороже букета, поэтому у меня просто пленка и подложку я делаю сама, сейчас все покажу. Для подложки я беру самый обычный лист картона формата А4, складываю его напополам, этого всего видно не будет, поэтому просто вот так вот можно расчертить, но я не заморачиваюсь слишком, потому что этого видно правда не будет. Напополам и теперь все, вот это еще раз напополам, то есть у нас получилось 4 кусочка. Вот под супницу это как раз самый такой оптимальный вариант размера, не так сказала. Все, дальше я беру вот такую вот ленточку, пленочку, не ленточку, она у нас продается в магазинах упаковки вот таких вот рулончиков. Она, наверное, сантиметров 60 в длину, не знаю, и она есть разных-разных цветов. Вот так она разматывается, вот я взяла зелененькую, мне нравится больше зеленая. Ну, то есть, как бы она подо все подойдет, под любые цветы. и теперь вот так я отмеряю, отрезаю кусочек, который мне понадобится. Дальше нужен скотч, больше ничего. Складываем наш картон, дальше я беру, так, примеряю, так меня устроит. Сначала я загибаю вот эти вот краешки под натяжку и креплю их на скотч. И с другой стороны то же самое. И на скотч. Немного загибаю уголочки наискосок. Раз. и аккуратно вот так я тоже сюда все на скотч прикрепляю. Все, и теперь так же точно я закрываю вот здесь с другой стороны. Все, натягиваю и на скотч. Вот так. Это у нас, конечно же, зад. И вот такая вот плотная подложка у меня получается. Дальше мне нужна будет пленка. Пленка у меня в руне. Она у меня пришла мне очень-очень толстая. С ней мне работать тяжело. Если будете покупать такую пленку, покупайте по плотности как можно тоньше. Вот вам мой совет. Пока сейчас я эту пленку отрежу столько, сколько мне надо по длине. то есть, чтобы букет поставить, завязать, чтобы сверху еще над пантом кто-то в этой пленке было. Пленку я отрезала и сделала ее узкой. То есть, она у меня длинная и узкая полоса. Сам рулон был широкий, наверное, сантиметров 60-70. Я отрезала, наверное, сантиметров 30. У меня тут всего лишь ширина получается. Складываю все пополам и вот сюда вставляю нашу подлежку. и сразу выравниваю вверх, чтобы концы пленки были одного размера. С двух сторон. То есть, вот здесь у нас должно быть совсем немного оставаться. Это то, что мы загнем под низ. Много не надо, потому что будет тяжело загибать. Особенно мне, потому что, как я уже сказала, у меня очень плотная пленка. Меня это совсем не радует. Ставим букет так, как мы хотим его поставить. Там, где он у нас вперед, вот передом к себе мы его и ставим. А теперь дальше вам ничего не видно, потому что камера не позволяет. Вот. Ну, просто мы теперь берем аккуратненько гармошечкой и весь верх собираем вот так вот гармошечкой. И над... Не знаю, как вам показать. В общем, собираем просто верх пакета гармошечкой вот такой над букетом. выравниваем верхушечку все краешки. Не знаю, вам ничего не видно. И просто обычной вот белой лентой мы все это сейчас затягиваем. Пока это еще не паунт, это просто такая лента вверху, чтобы все держалось. И вот так вот просто стягиваем. Хорошо, можно даже сделать несколько узлов, чтобы точно все классно держалось. Вот. Получается у нас вот такой пакет. но здесь у нас еще вот эти вот концы отторчат правильно и есть такие вот пустоты. То есть нам это не надо. Поэтому сейчас мы делаем легко и просто. Смотрите, укладываем все ровненько, подгибаем вот здесь все, весь бот, край ровненько. Вот здесь этот угол мы выравниваем просто треугольничком, самым обыкновенным треугольничком и загибаем его под низ. Если ваша пленка будет более тонкая, вам вообще будет легко. Вот. И, конечно же, под низ просто-напросто на скотч. Все, я сейчас на весу его держу, потому что клею дно. Все. То же самое мы проделываем с другой стороны. Вот здесь у нас такой вот уголок. Мы аккуратно все это собираем ровный-ровный-ровный треугольничек и под низ его загибаем и на скотч. Потом, сейчас я держу, видите, у меня сейчас тонкий скотч, а потом я возьму такой вот широкий скотч и еще раз пройдусь на всякий случай по дну, хотя никуда ничего не денется, потому что у меня дно не пустое, а в два раза свернутая пленка. Вот. И вот так вот смотрится букет. Он уже собран. Вот так. И здесь сверху будет еще бант. Бант можно взять, сделать из атласной ленты в тон, можно взять бантики, которые вот эти, которые самые сборочные, потянул и готово. Бант я вам показывать не буду. Почему? Потому что у меня уже там камера мигает, что очень-очень мало места на ней осталось. Во-вторых, мне неудобно вам его показывать, вы все равно ничего не видите. В общем, тут впереди еще будет красивый бантик. Вот так выглядит полностью упакованный букет. Все с ним хорошо и никуда он не девается. Очень хорошо и стоящего стоит. Я довольна, я рада. Сегодняшний букетик мне в такой цветовой гамме очень понравился, хотя я очень-очень сомневалась в этом цвете. Думала, ну, стоит или не стоит мне вот такой букет делать. И я довольна, мне понравилось. Все, спасибо за просмотр. Всем пока!